Регионы предлагают рекордные суммы за контракт в Белгородской области, например, это целых 3 миллиона рублей. Откуда деньги и одинаково ли оценивают жизнь россиянина в разных регионах? Путин подписывает указ, позволяющий заключать контракты на войну с подсудимыми. Начался ли процесс опустошения российских СИЗО? Означает ли все это, что Кремль всеми силами пытается оттянуть новую волну мобилизации? И где тот порог, после которого решение, которого так боится диктатор, принять все-таки придется? Ответы на эти вопросы смотрите в интервью с директором фонда «Русь сидящая» Ольгой Романовой. Три года полномасштабного вторжения. Выглядит вербовка на войну в России. Какие ее темпы и какая география? Я могу ответить вам про вербовку заключенных, арестантов. Собственно, про другую. Я в меньшей степени специалист. Значит, сейчас все запуталось окончательно. Дело в том, что мы уже год не знаем количество завербованных. Собственно, почему? Почему? Потому что еще год назад людей брали из СИЗО, забирали. Это не было законодательно закреплено. Это было нарушение закона. Тогда такого закона не было. Тем не менее, брали. Мы не могли их посчитать, потому что их нет в базах осужденных. Это могли быть судебные базы, и они никак не были отмечены. Мы видели исчезновение людей из СИЗО, мы видели исчезновение людей из скамьей подсудимых. Но это были, я бы сказала, десятки человек. А все-таки тысячи шли из колоний. И мы могли считать просто по колониям, сколько откуда забирают. И на ситуацию год назад мы понимали, что забирали, ну, и того забрали вместе с Пригордом примерно 150 тысяч заключенных. Потом мы перестали это видеть совсем, потому что в сентябре прошлого года вступил в силу закон о новом виде освобождения заключенных. Именно заключенных, не только осужденных, но и вообще заключенных, было введено так называемое условное освобождение. То есть, что мы видели до сих пор, до сентября прошлого года? Мы понимали, что есть и вообще было всегда четыре вида освобождения. Это освобождение с концом срока, освобождение по суду условно-досрочное, актировка в связи с состоянием здоровья и помилование президентское, которое очень редко применялось, вплоть до начала войны. А с началом войны мы видели массовое помилование заключенных, которые уже, собственно, были до войны или отвоевали. Что произошло с этими заключенными? Как известно, Пригожин поссорился с Шойгу, и это было не запланировано. Он увел своих головорезов из-под Бахмута и выпустил их на волю. Предполагалось, что они вернулись на фронтах, потому что как-то разрешилась ситуация с Пригожиным, она разрешилась известно как, и все эти люди совершенно незапланированно остались в России на свободе, и выросла резко кривая преступлений. А дальше что мы видим? Дальше мы видим, что люди, отпущенные Пригожиным, а потом завербованные Министерством обороны где-то с февраля по сентябрь прошлого года, они снова садились в тюрьму и снова отправлялись на фронт. Некоторые особо одаренные пошли два и три раза таким образом, прошли этот путь. Как должны я их считать? Как одного человека или как троих? Это раз. Два. Когда вступило это условное освобождение, начали уже забирать из СИЗО неосужденных. То есть получается как? Получается, что человек, совершивший преступление, против него открывается уголовное дело. Если он тут же соглашается идти на войну, кладется его признание в преступлении туда, и заявление. И дело закрывается. Он считается условно освобожденным. Он больше не возвращается в Россию до конца войны. То есть они все не вернулись, но как я должна их считать? С марта уже этого года условное освобождение вошло в уголовный кодекс, в уголовно-процессуальный кодекс. То есть предполагается, что война прожится очень и очень долго. Это война или какая-то другая, но эта норма вошла в кодексы. И сейчас мы знаем, что приняты законы о том, что можно вербовать подсудимых. И этот закон, он уже легализует то, что уже год существует фактически. И сейчас подо все, что происходит, законодательство с лагом, но успевает. Получается, что задним числом вот эта вербовка признается законной. И все вербовки заключенных признаются законными, кроме вербовок Пригожина. Они как были незаконны, так и остались. И еще один момент. То, что еще пока законодательно никак не легализовано, но легализовано, по крайней мере, в приказах по Министерству внутренних дел. Задержанные. Задержанные. Теперь полицейские получают официальные премии по 10 тысяч рублей за каждого задержанного, которого уговорили после задержания не идти в СИЗО, а сразу идти на войну. И таких случаев, мы знаем, по крайней мере, четыре. Я думаю, что их наверняка больше. Это то, что документально зафиксировано. Все эти случаи, речь идет о мелких кражах. Кража двух банок тушенки в магазине, кража бутылки водки в магазине. Женщину 50 лет в Нижегородской области задержали за кражу продуктов в сельском магазине на сумму 3 тысячи рублей. Ну, понятно, что это за социальный слой. И она подписала контракт и ушла тоже в войну. Это происходит тоже. И мы тоже не знаем статистики. Это то, что мы отловили по сообщениям региональных медиа. Поэтому сколько людей сейчас завербовано из совершивших преступления или признавших свое преступление, мы вообще не знаем. Да, с вербовкой задержанных, о которой вы говорите. А какая мотивация людей? Ну вот задержали человека за то, что он украл две банки тушенки. Только ли уговорами, не знаю, рассказами о счастливой жизни там на фронте, высокими выплатами мотивируют таким образом вот эти вот полицейские, вот этих задержанных? Или там речь идет о каком-то давлении физическом в том числе? Конечно, речь идет о давлении. Сейчас вообще массово идет речь о давлении. Мы видим давление в СИЗО. Например, я сейчас вернусь к задержанным. Потому что задержанным, конечно, это загадочная мотивация. Я просто полагаю, что это люди, уже имеющие тюремный опыт. И быстро его напоминают, и они соглашаются. А в СИЗО мы видим два вида давления. Во-первых, бытовые условия. Сейчас в тюрьмах просто очень холодно. И не вставляют рамы после лета. Из бутырки мы знаем, что плюс 4 градуса ночью. И при этом еще ходят следователи к своим, собственно, правонарушителям. Рассказывают, что они получат сроки выше высшего. И в это можно верить. Мы еще не знаем. Ни одно такое дело не дошло до суда, поскольку люди соглашаются и уходят на войну. Но я думаю, что у судов есть ровно те же указания. Те, кто не соглашаются идти на войну, те, кто получают сроки выше высшего. И самый главный аргумент сейчас, если раньше это была свобода, помилование, потом это были деньги, деньгами обманули. Потому что заключенные, условно освобожденные, они не считаются незавербованными, немобилизованными, непризывниками, даже недобровольцами. Это люди, подписавшие согласие. То есть на них не распространяется законы Министерства обороны. И вот этот огромный рекордный военный бюджет, принятый недавно парламентом, на 25-е годы, где на оборону, так называемую оборону, на нападение выделили рекордные 13 триллионов рублей, вот туда эти выплаты этим людям не входят. То есть гробовые они не получат, их родственники, в случае смерти? Нет, они не получат ничего. И главная мотивация сейчас, она поменялась, она вообще меняется с течением войны, это ваша субъектность. То есть в тюрьме от вас вообще ничего не зависит. А на войне у вас сохраняется какая-то субъектность, вы что-то можете сделать со своей оставшейся жизнью, если повезет. И вот эта субъектность, она сейчас играет большую роль. Да, но знают ли они всю правду этой так называемой субъектности? Потому что, смотря в какое попадут подразделения, пушечное мясо, заградотряды, все это работает, и там на фронте особенно зэков за людей тоже не считают, как и других солдат, впрочем, тоже. Безусловно. И здесь есть очень четкое гендерное разделение. Например, женщины, осужденные которых тоже вербуют, они вообще-то на самом деле не знают ничего, потому что отличие женских зон от мужских, прежде всего то, что там нет запретов, то есть там нет мобильных телефонов, и они очень распропагандированы. И у женщин очень заморочены мозги, они реально идут умереть за Путина. Вот реально. А мужчин другое. Мужчины, они представляют себе, что они солдаты удачи, и у них есть какой-то шанс спастись. Ну и, по крайней мере, сохранить какое-то чувство достоинства, что в тюрьме уничтожается в первую очередь. Выбирается это. В вашу организацию обращаются заключенные, подсудимые, с просьбой помочь, с просьбой о том, что давление оказывают, физическое, моральное. Пожалуйста, помогите. Как избежать отправки на войну, потому что и здесь невыносимо, но и туда не хочу. В самом начале войны обращались родственники, и нам удавалось отбить, я думаю, что мы около сотни человек отбили за полгода. Пока, я не знаю, в каком ведомстве, догадались, что прежде чем подписывать согласие, заключенный подписывает бумагу, бумагу, в которой сказано, что он запрещает выдавать свои личные данные кому бы то ни было, включая адвокатов и родственников. И все, мы ничего не можем сделать. Теперь мы ничего не можем сделать, и обратившиеся родственники, соответственно, сами не могут получить никакой информации, адвокаты не могут получить никакой информации. И за все время войны у нас не было ни одного обращения от заключенного. То есть они были еще первое время, они были анонимные, то есть прошу не раскрывать мое имя, а как защищать? А как защищать? Остановить войну? Мы бы с удовольствием. Еще один закон Путина, который подписан на бассейнем призыве, до 31 декабря хотят набрать 130 тысяч, более 130 тысяч срочников. Как вы думаете, вот ваше мнение, сколько из этих людей впоследствии отправится на войну уговорами, давлением и сладкими обещаниями о высоких зарплатах и, не знаю, потом о политическом будущем? Я думаю, что большинство отправится, потому что уже через год срочной службы мы очень часто видим истории, что призывники вставятся в ситуацию, либо тебя сейчас мобилизуют совершенно бесплатно, либо ты хотя бы пойдешь сейчас, подпишешь контракт и получишь деньги. Ну, плюс ко всему, конечно, призывники еще распределяются в приграничной области, типа Белгородской, Курской, Воронежской, Брянской, где, в общем, и так и вот бои. О Белгородской области вы вспомнили? Там сейчас увеличили выплаты, они рекордные, больше, чем в Москве, 3 миллиона за подписанный контракт. Причем, неважно прописка, главное прийти в комиссариат Белгородской области и там оформиться. Во-первых, как вы думаете, откуда такая щедрость? Во-вторых, откуда деньги? Конкретно почему именно Белгородская область теперь выходит в рекорды по выплатам за контракт? Ну, вы знаете, идет, конечно, соревнование региональных выплат за контракт. Москва уже довольно давно не на первом месте. Сначала Москву обогнал Ямало-Нинецкий автономный округ, а сейчас уже всех обогнала Белгородская область. Причем, если посмотреть региональный бюджет, мы, например, увидим, что на восстановление домов, вообще всех домов Белгородской области, отмерено денег в два раза меньше, чем один контракт. То есть это приоритеты. Деньги снимаются отовсюду, главная вербовка живой силы. И поскольку население Белгородской области довольно сильно уменьшилось, по понятным причинам, уменьшились, соответственно, социальные выплаты, уменьшилось расходы на эвакуацию, сейчас, конечно, в том числе и федеральные трансферты, они все идут на вербовку. Это еще интересно понять мотивацию людей, которые спустя почти три года полномасштабного вторжения вдруг решают подписать контракт. Как бы ни работала российская пропаганда, мне кажется, все равно доходит некая информация, так или иначе приходят гробы. Не к тебе домой, так к твоим соседям. Ты прекрасно знаешь о том, что оттуда не возвращаются, в частности, большинство людей. Что мотивирует сейчас россиян подписывать контракты на войну? Кто этот среднестатистический, так называемый, доброволец, как вы думаете? Ну да, вы знаете, это, конечно, деньги. Это деньги. Но и плюс ко всему, согласитесь, что за 25 лет правления Путин выработал совершенно новые представления людей о жизни и смерти. Это первая война, которую мы наблюдаем, когда не приходят, не возмущаются матери и не отбивают своих сыновей. Вообще не приходят. Вообще голоса материнского не слышно. Мы впервые видим такое явление, как на телевидении нам рассказывают, что умереть за Родину – самое большое счастье. А так ты на свободе умрешь от пьянства, от случайного ножа, от катастрофы автомобильной. Поэтому лучше умри за Родину, хоть деньги какие-то получит семья. Вот эта пропаганда, она идет. И цена человеческой жизни, она снижена до минимума. Потому что, конечно, 3,5 миллиона за вербовку – это много. Плюс прибавить поднятые 400 тысяч – это федеральная добавка, это почти 4 миллиона – это огромные деньги. Но человеческая жизнь дороже. Вот этого рассуждения нет совсем. И плюс ко всему, вы знаете, мне что меня поражает, моя очень наблюдательная знакомая в Москве разговаривала, она пришла в Сбербанк по своим делам, и молодой человек, служащий Сбербанка, помогал ей заниматься со счетом, и он ей сказал доверительно что-то. Он тоже сейчас уходит на фронт. Он записался добровольцем, все. И молодой парень, который работает в Сбербанке, благополучная Москва, она очень удивилась и спросила, собственно, он же может погибнуть. Он ответил совершенно потрясающее выражение. Сказал, вы знаете, у моей мамы запасной есть. То есть есть брат. Это звучит теперь так. Есть запасной. У меня есть запасной, мама есть запасной. Люди так говорят про себя и своих родных. Но это немыслимо. Мне кажется, что нормальный человек такой не произнесет ни про себя, ни про другого человека, что есть запасной. Вся эта история с выплатами повышенными и растущими чуть ли не каждый день, с этими новыми способами вербовки. Понятно ведь, для чего это делается? Для того, чтобы максимально тянуть мобилизацию. Есть статья The Wall Street Journal, где утверждаются, со слов источников своих, журналисты, что перед инаугурацией Минобороны, представители Минобороны уговаривали Путина, что, возможно, стоит пойти на мобилизацию для того, чтобы покрывать те потери на фронте. Ну, понятно, по каким причинам он отказывается, потому что для него это политические риски. Но весь этот ресурс, зэки, подсудимые, заключенные, добровольцы, контрактники, он же исчерпан. И исчерпывается. И может быть исчерпан в любой момент. Как вы думаете, насколько критична сейчас ситуация? И когда будет та точка, после которой Путин уже не сможет увернуться от мобилизации? Когда она наступит? Вы знаете, мне рассказали летом, прошлым летом, что Путин ездил в Северную Корею и договорился о том, что северные корейцы будут воевать на фронте. Это была очень важная новость. И я, в том числе, вашему каналу об этом говорила. Это выглядело безумным шагом. Сейчас мы знаем, что это правда. Сейчас мы знаем, что это правда. Уже сообщают южнокорейские медиа, что северокорейские солдаты готовятся к отправке на украинский фронт. И пока это так, мобилизации не будет. Пока проще отдать деньгами в Северную Корею или отдать деньгами в Россию, потому что эти деньги, конечно, возвращаются в экономику России. Если раньше можно было говорить о том, что люди могут тратить деньги в Турции, в Египте, то теперь они все остаются в России. Люди покупают недвижимость, экономику и так далее. Пока для него такой необходимости нет. Ему очень не понравилась мобилизация в сентябре 2022 года. И он решил вопрос этот деньгами. Ольга, спасибо вам большое за этот разговор. Сложно что-то добавить напоследок и как-то откомментировать то, что происходит в России. Но хотелось бы, чтобы рано или поздно человеческая жизнь в Российской Федерации стоила намного дороже миллионов, миллиардов и вообще любой суммы, потому что все-таки эта человеческая жизнь и запасной у людей не будет. И не только в Российской Федерации. Берегите друг друга, берегите жизнь. Спасибо вам за это интервью. До свидания. Телеграм-канале Freedom. Только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь.